Только один день в Жердевке! Крымский цирк Шапито Бинго! С большой двухчасовой программой! Гимонасты и акробаты, жонглеры и силачи, мастера оригинального жанра и фокусы, номера с животными и, конечно же, клоунада! Представление состоится 3 июня в 16 часов! Шатер цирка расположен на футбольном поле военного городка! До встречи в цирке! Сегодня мы покажем нашу рубрику «Администрация информирует», сюжет о том, как прошел в районе Международный день защиты детей, и доведем информацию от Следственного комитета. Добрый вечер, уважаемые телезрители! С вами Олег Есин. Это рубрика «Администрация информирует». На территории Жердевского района продолжается деятельность по благоустройству. На этот раз работы проходили вблизи колледжа сахарной промышленности. В здании администрации Жердевского района состоялись комиссии по снижению неформальной занятости и легализации серой заработной платы и по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины, совершенствованию системы платежей и расчетов, повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Всего доброго, дорогие телезрители! В период с 15 мая по 15 сентября 2017 года проходит шестая всероссийская акция «Добровольцы детям». В рамках этой акции в нашем районе отметили Международный день защиты детей. Для виновников торжества подготовили веселую концертную программу. Зал районного дома культуры полностью заняли непоседливые зрители, а организаторы праздника придумали для них интересные задания. Дети с удовольствием поднимали руки, хлопали и топали по команде сказочных героев Зюзики, Киморы, Белоснежки и других. И, конечно же, будущее нашего района поздравили руководители местных органов власти. Александр Бабаев, заместитель председателя районного совета народных депутатов, Лариса Кадунина, начальник отдела образования администрации района, Елена Куртасова, начальник отдела по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации района, и Валерий Саютин, начальник отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района. Все они желали детям мира и добра. От депутата областной думы Жирнова Алексея Геннадьевича, от наших замечательных руководителей, главы района Епитов Александра Ивановича, главы администрации Быкова Александра Васильевича, от себя лично, от депутатского корпуса слова благодарности, чистого неба, мирного неба, крепкого здоровья вам. Мы гордимся, что у нас в Жирновке и в Жирновском районе около 5 тысяч молодежи. Мы надеемся, что вы из вас выросли замечательные руководители не только Жирновского района Тамбовской области, но и нашей замечательной России. А в рамках 6-й всероссийской акции «Добровольцы детям» победителям районных конкурсов были вручены подарки. Начальник отдела образования Лариса Кадунина пригласила на сцену для торжественного поздравления Марию Калмакову, Дарью Баранову, Ангелину Кущук, Веру Анохину, Алису Васильеву, Валерия Зорина и Святослава Шварак. Все они стали победителями в своих номинациях, таких как «Юный танцор», «Юный вокалист», «Вразительное чтение» и другие. Отмечали в тот день и родителей. Елена Куртасова вручила благодарственные письма администрации Жирновского района опекунам, чьи приемные дети в этом году вступают во взрослую самостоятельную жизнь. Марине Михайловне Бородиной, Ирине Витальевне Комовой и Нине Семеновне Григорьевой. А еще семье Галушкиных победителям конкурса «Краски семейного счастья». Для всех силами Центра культуры и досуга была подготовлена и показана замечательная концертная программа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А после, по традиции, всех детей угостили мороженым. Не остались без внимания и дети, которые в тот день находились в детском отделении районной больницы. К ним костюмированные артисты приехали прямо в отделение. С ними также провели конкурсы, всех поздравили и подарили подарки. День защиты детей ставит своей целью защитить интересы тех маленьких жителей нашей планеты, которые подвергаются разного рода опасностям и терпят лишения из-за ошибок взрослых. Одной из приоритетных задач работы Следственного комитета Российской Федерации является защита прав и свобод несовершеннолетних, жителей нашей страны. На территории Тамбовской области ежегодно проводится большое количество проверок, расследуется множество уголовных дел, по которым в качестве потерпевших выступают несовершеннолетние граждане. Так, в 2016 году на территории Токаревского района произошло два трагических случая с несовершеннолетними жителями Токаревского района. Один из случаев произошел летом 2016 года в одном из сел Токаревского района. Двое несовершеннолетних жителей игрались в машине рядом со своим домом. Где нашли зажигалку и подошли предметы в машине. В результате чего произошло возгорание машины. Один из малышей убежал, однако девочка несовершеннолетняя убежать не смогла. Когда прибыли взрослые, то вытащили ее, однако из-за полученных термических ожогов впоследствии она скончалась. Еще один трагический случай произошел осенью 2016 года, также в одном из сел Токаревского района. Местная жительница находилась в доме со своим малолетним ребенком. Ей необходимо было отойти на несколько минут к соседям. Выйдя из дома, она оставила малолетнего ребенка в доме. Когда она возвращалась, увидела, что ее дом горит. Забежав в дом, она попыталась пройти к ребенку, однако из-за сильного пламени у нее ничего не получилось. Прибывшие сотрудники пожарной части уже вынули из обгоревших обломков дома труп малолетнего ребенка. Хотелось бы предостеречь всех взрослых о том, чтобы они ни в коем случае не оставляли одних несовершеннолетних поблизости с водоемами. Также в преддверии лета хотелось бы сказать, чтобы родители были внимательны к своим детям, не давали им возможности играть с открытыми источниками зажигания пламени, относились внимательно к своим несовершеннолетним детям, и не только к своим, но и к окружающим. А на сегодня это все. Я благодарю вас за внимание. До новых встреч! Крымский цирк Шапито Бинго С большой двухчасовой программой Гимнасты и акробаты, жонглеры и силачи, мастера оригинального жанра и фокусы, номера с животными и, конечно же, клоунада. Представление состоится 3 июня в 16 часов. Шатер цирка расположен на футбольном поле военного городка. До встречи в цирке! Субтитры создавал DimaTorzok